СПОРТИВНАЯ НОВОСТИ Калинина у нас по-прежнему вне заявки, но вышедшая в основе Лагина почти 4 минуты держит ворота Сухими. А в атаке главной героиней стала Таженова. Милана и открыла счет и еще три гола подряд забросила, а всего их будет 9. Первые проблемы у Ростовдона наметились в середине первого тайма, когда москвички вырвались вперед на два мяча, а к 20-й минуте этот перевес вырос до пяти. Но тут у ЦСКА на 8 минут разладилось нападение, и это время наши девушки использовали по максимуму. Снова прорывает оборону Таженова, точны Моногарова, Сень и к перерыву приходим с минус 2. 14-16. Сломить ход игры снова попыталась после перерыва Таженова, отличившись дважды подряд и сократив отставание до минимума. Но четырехминутное наше зависание в середине тайма дает гостям оторваться снова на пять мячей. Началась еще одна утомительная погоня. За 8 минут до конца ростовчанки отыграли три гола, но снова отпустили. Проигрываем 26-31. Не хватило опять чего-то. Я считаю, это все на усталости. У нас очень укороченная лавка, и это всему причину. Конечно, перед своими болельщиками мы хотели сыграть лучше, победить в этой игре. Но в последнее время от нас преследует бич, это потери. Я сейчас на скорую руку посмотрел статистику. У нас 13 потерь против 6. Плюс нереализация голливых моментов. Я думаю, что мы должны все-таки с этим справиться, и качество игры у нас улучшится. Но справляться и улучшать игру наши гонболистки будут уже без Эдуарда Кокшарова. Сегодня стало известно о его досрочном уходе по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен тренер «Ростов-Дона-2» Александр Бурмистров. Также в тренерский штаб вошла Майя Петрова. А играем теперь на выезде 9 марта в Волгограде с «Динамо-Синарой». Еще из гонбольных новостей лучшие команды страны не сыграют в финале гонбольного кубка. Жеребий подвел. Их встреча назначена на более раннюю стадию. Итак, в Москве прошла жеребьевка финала четырех, и соперником «Ростов-Дона» в полуфинале Кубка России стал ЦСКА. Другая пара – звезда «Лада». Полуфинальные матчи будут сыграны в Тольятти 28 апреля, и Жеребий как будто дал хозяйкам лучший шанс на выход в финал. Но до этих интереснейших игр еще два месяца, а пока радуемся за наших сборниц в Кубке Дружбы, который проходит в Москве. В нем участвуют сборные Беларуси, Китая и две команды России. Они пронумерованы один и два, но это условно главный тренер формировал их так, чтобы они были примерно равны для интереса матчей. В итоге практически все гонболистки «Ростов-Дона» попали во вторую сборную, которая, кстати, по составу кажется все-таки сильнее. Ну и первая, как и вторая, российские сборные выигрывают. Четыре сборные продолжают розыгрыш Кубка Дружбы. Россия один, в которой из ростовчанок только Дарья Стоценко победила Беларусь практически с таким же счетом, что и накануне вторая наша команда. Тогда было 32-29, теперь 31-28. Хотя к перерыву была ничья 15-15, но в итоге россиянки дожали. Стоценко отличилась дважды, как и белорусская ростовчанка Гутова. Россия-2, как и ожидалось, разгромила китайский «Феникс». К перерыву отрыв был небольшим, всего три мяча, но потом наши разбросались и в итоге 38-25. Моногарова в сборной по-прежнему бьет без промаха, у нее 4 из 4, Таженова забросила 2 гола, Зеленкова 3. Сегодня две российские команды разыграют Кубок Дружбы, а Беларусь и Китай побьются за третье место. Что касается чемпионатов, не удалось обыграть своего не менее принципиального соперника и нашим баскетболисткам. Но тут картина совсем другая. Омский нефтяник далеко не лидер. Сибирячки идут в таблице ниже нас, а наша выездная серия из пяти матчей началась неожиданным поражением. Состав у Пересвета Юфо и без того усеченный, а тут еще не смогла выйти на площадку лидер. Вероника Павлюченко получила травму в самой концовке победной игры против Ники. Яковлевой по той же причине даже в заявке не было, а Дашкевич и Шевченко отыграли всего по 10 минут, так что игра держалась на пятерке игроков. Первая четверть прошла на равных. За минуту до конца отрезка табло показывало 15-15. И лишь штрафные вывели амичек вперед. А после перерыва мы не попадаем 3 минуты и даем хозяйкам плюс 8 форы. А сами набираем очки лишь штрафными. С игры мяч упорно не летит в корзину. Отставание растет. К большому перерыву имеем минус 9, 27, 36. Эта четверть и стала в итоге решающей. Вторую половину встречи команды провели ровно. В третьей четверти уступаем 16-17, в последней 14-15. Как итог поражения 57-68. Лучшими по результативности в нашем составе стали Осипова и Масько у них по 13 очков. Не хватило просто сил, как мне кажется. В целом тяжело было выполнять функции не свои, а каких-то других позиций. Поэтому, мне кажется, это сыграло с нами не очень хорошо. «Нефтяник» – это агрессивная команда. Они играют на грани фола. И для нас это был не секрет. Тем более, я думаю, они тоже видели, что мы приехали с ученым составом. И я думаю, что на другое мы не могли рассчитывать. Но тут Арина напоминает фразу «все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Несмотря на поражение от ближайшего преследователя, «Пересвету» удалось сохранить 10-е место таблицы. Проиграли мы и в Москве главному аутсайдеру – столичному «Динамо», который вообще на последней 12-й строке таблицы, еще ниже нас и «Нефтяника». Уступили 64-67. А к матчу уже с другим «Динамо» в Новосибирске дела у «Пересвета и Фу» стали еще хуже. И без того малочисленный состав лишился еще одного игрока, во многом определявшего игру команды в этом сезоне. К травмированной Павлюченко после игры в Москве добавилась «Масько», которая ушла с площадки с повреждением ноги в начале последней четверти матча с «Динамо». И вот уже «Динамо» новосибирская. И в составе всего шесть ростовчанок. Ротации никакой. Какого можно ждать результата? К середине первой четверти у нас минус девять. Защита хозяек практически не подпускает наших к кольцу. За две с половиной минуты до перерыва уже минус одиннадцать. Но пара точных дальних бросков Михайлова и отдащик останавливает падение. А последний двухочковый Дашкевич сокращает отставание до минус шести. Четверть заканчиваем девятнадцать двадцать пять. Но, увы, этот отрезок стал самым результативным для наших девушек. Во втором периоде хозяйки прибавили и сумели создать серьезный задел к большому перерыву. Сорок восемь тридцать один. То есть минус семнадцать. И дальше сибирячки контролировали ход игры и продолжали наращивать преимущества. Наши силы по понятным причинам таяли с каждой минутой. За третий отрезок ростовчанки вообще смогли набрать лишь девять очков. Хотя тут и Динамо набросало не намного больше. Минус двенадцать. Но комфортное преимущество позволяло им расслабиться. Мало что изменилось и в последней четверти. Новосибирск взял уверенный реванш за поражение месячной давности в Ростове. А мы проигрываем слишком уж крупно. Пятьдесят три семьдесят шесть. Самыми результативными у нас стали отдащик, набравший девятнадцать очков по десять у Осиповой и Михайловой. Дальше переезжаем в Красноярск, где сыграем с Енисеем седьмого марта. Ну и футбол. Кубковый матч Ростова с Уралом открыл сезон в этом году. И начался он для нас не лучшим образом. Дома сыграли в ничью. А в Екатеринбурге ответный матч вообще проиграли четвертьфинал, но не вылетели из турнира. Таковы замысловатые правила Кубка России в этом сезоне. Просто с пути РПЛ наш клуб переместился на путь регионов. Первый матч, напомню, завершился в ничью 1-1. В ответ на Мурал забил в середине первого тайма нелепый гол. Там явно был навес в штрафную, но мяча так никто и не коснулся. И он заскакал в ворота мимо зазевавшегося Песякова. После перерыва дважды был близок к голу Селява, но его удар в девятку вытянул вратарь, а потом мяч прошел выше перекладины. Ростов отыгрался за 10 минут до конца, Комличенко сбили в штрафной и Осипенко забил пенальти. Но тут же случилась еще одна нелепость. От затылка соперника мяч попал в руку Ланговича. И этот 11-метровый решил все вопросы. Проигрываем 1-2. Валерий Карпин охарактеризовал игру жестко. Это не футбол. Бей, беги, окружай ворота и игра придет. Били и грузились физически. Но про футбол речи не было. Но в принципе еще ничего не потеряно. Ростов из турнира не вылетел, а переместился с пути РПЛ на путь регионов. Следующий соперник жребий определит позже. И выберет его из команд абсолютно разного уровня. От Акрона до Зенита. И соперник уже определен. Валерий Газаев и Роман Широков вытянули нашему клубу Пари НН. Играть придется в гостях. Остальные пары Ахмат Краснодара, Крон Локомотив и Зенит Динамо. Игры пройдут с 14 по 16 марта. А в полуфинале пути РПЛ будут матчи крылья советов ЦСКА и Спартак Урал. Ну и еще немного футбола. Чайка из Песченокопского подходит к возобновлению сезона с новым тренером. И каким? Игорь Семшов играл в сборной России. Он заслуженный мастер спорта и забил за карьеру больше сотни голов. Сейчас ему забивать не придется, но научить он точно может многому. Команда провела три сбора и вернулась в Ростов продолжать подготовку к играм второй лиги и выходу в первую. По словам главного тренера Чайки, эта должность для него – новый вызов. До этого Игорь Семшов только помогал наставникам профессиональных футбольных клубов. И вот именно от него ждут прорыва клуба с высокими амбициями. Команда ставит перед собой задачи, которые, как я всегда любил говорить и говорю, их не нужно бояться, их нужно выполнять. Но они не должны афишироваться, потому что все прекрасно понимают, когда ты играешь во втором дивизионе, любая уважающая себя команда должна и хочет играть в дивизионном выше. Зимой команда провела три сбора в России и Турции. Сыграла массу контрольных матчей, в том числе с клубом премьер-лиги. Встреча с Грозненским Ахматом завершилась в ничью 2-2. Чересчур большие сборы, потому что футболисты хотят играть в футбол. А такие долгие тренировки, они, наверное, в моральном плане немножко надоедают. Да, когда там тренер говорит, мы что-то не успели, мы что-то не сделали, никогда не будет полностью хватать времени. Есть в составе «Чайки» и новые игроки. Клуб подписал пятерых футболистов. Один из них – проправнок легендарного летчика «Аса» Святослав Кожедуб, поигравший за молодежный состав московского «Спартака». Коллектив очень хороший. Я не один пришел, поэтому нас пришло несколько человек. Я думаю, что из-за этого адаптация легче проходила. И в целом приняли довольно-таки тепло. Коллективом очень доволен. Атмосфера рабочая. А еще один арендованный новичок – сын легендарного «Спартаковца» Андрея Тихонова – Михаил. По словам футболистов, они очень соскучились по официальным матчам и ждут возобновления сезона. Атмосфера, которая в товарищеских играх на сборах, она отличается от официальных матчей, потому что в любом случае и болельщики, и антураж игры, и важность матча – она другая. И эмоции от таких игр несравнимы с теми, которые у нас были на сборе. И уже на старте весенней части чемпионата второй лиги у нас Донское дерби. 11 марта «Чайка» примет в Песчанокопском «Ростовский СКА». Это все спортивные новости недели. У меня на этом все. Хороших спортивных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова